Дети – это наше и настоящее, и будущее. Поэтому мы в рамках президентского проекта «Современная школа» каждый год строим достаточно много школ. В микрорайоне Восточный собрались будущие ученики, родители и педагоги. Здесь, в Звенигороде, появится новая школа. В основание нового образовательного учреждения заложили капсулу времени. Старт событию по видеосвязи дал губернатор Московской области Андрей Воробьев, а на площадке вместе с жителями участие в мероприятии принял глава муниципалитета Андрей Иванов. У нас сорит торжественная и праздничная атмосфера. Жители рады тому, что наконец-то мы закладываем школу на 1100 мест, которая откроет свои двери для учащихся 1 сентября 2024 года. Новая школа в Звенигороде поможет организовать учебные занятия в одну смену. Кроме того, в округе стартует строительство еще одной школы в поселке Горки-2. Учебное учреждение рассчитано на 550 мест и будет разделено на блоки для начальной и старшей школы. Строительство новой школы позволит нам реализовать на базе школы все национальные проекты, которые сейчас существуют. Это школа полного дня, это цифровая школа. Также возможность реализовать проект Андрея Юрьевича Воробьева «Открытый стадион». Кирилл вместе со своей семьей помогает закладывать капсулу. Пока мальчик ходит в детский сад. Через год должен пойти в первый класс в новую школу, делятся его родители. Мы семья из Горок-2 долго ждали эту школу и рады, что у нас младший сын пойдет в новую комфортабельную школу. Мы очень ждем постройки. Старший сын уже учится в школе. Хотелось бы более новых помещений, более больших просторных классов. Образовательные учреждения возведут в рамках президентского проекта «Современная школа». Андрей Иванов отметил, что всего в Одинцовском округе одновременно дали старт строительству четырех школ. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.